само по себе мероприятие к швейцарии смысл его сомнитель путин предложил украине обойтись без крови обслуживать границы 1991 года это утопия они понизили свои требования до такого уровня еще и теперь свои подписи под коммуникет за это прямо вот намек жирный намек вот жирнейший намек на карибский кризис как мне кажется запад не верит нашим сигнал деленский уже все это просрочка спортсмены все-таки они их интересуют первую очередь спорт а уже политика там потом спиарили и бренд игр брикс а до казани и о них вообще никто не знал и через месяц олимпийские игры как они могут приехать сильнейшие спортсмены казань показала что можно из игр брикс сделать что-то близкое по формату к олимпийским играм и автоградбанк его сильная сторона она сейчас стала слабостью он был реально близким к жителям города автоградбанк зачистили по моему глубокому мнению совершенно несправедливо всем привет это очередной выпуск проекта спор по фактам студии татар информ ренат белалов альберт бигбов и я артур халилулов прошлой неделе нам запомнилось интересным заявлением владимира путина буквально за день до так называемого саммита мира в швейцарии как мы помним путин высказал ряд жестких условиях которые при могут привести просто к старту мирных переговоров с киевом условия довольно жесткие и путин подчеркнул то что своими словами и вот содержанием своих условий он подчеркнул что цена продолжения конфликта для киева будет лишь расти это заметно он говорил то что россия была там пойти на к двадцать втором году пойти на какие-то уступки а сейчас речь уже идет о полностью о признании лнр днр херсон и прочего территориями россии международного признания россии это понятно не нужно ничего признавать мы и так уже включили эти регионы и задних заднего хода не будет как вы думаете что предпримет в этой ситуации запад который вроде как бы не уступает как вам какие впечатления от слов путина и какие впечатления от поездки зеленского швейцария ну я бы сказал что сама по себе мероприятие конечно швейцарии смысл его сомнительный поскольку как можно обсуждать конфликт никогда присутствует только один участник они его бы он с другой стороны то что со стороны россии было озвучено с путиным то есть те условия которые были и выставлены на противоположной стороне они совершенно понятны и четко без скажем каких-то интерпретаций и с той стороны непонятно то есть той стороны мы не видим четкой формулировки во первых готовности все-таки рассматривать этот вариант то есть его сразу отмели мы видим западные страны на уровне там своих чиновников и ну как мы уже прошлые выпуски говорили то есть понятно что их ответ это дальнейшая постепенная эскалация мы на фоне заявления видим что и f16 вот-вот уже должны появиться и там другие виды вооружений буквально недавно обсуждалась возможность там нанесение ударов по территории россии тенге нам уже которые раньше не были для этого предназначены но то есть все таки к сожалению идет эскалация вот и дальнейший прогноз такой что она будет продолжаться потому что много сил заинтересованных в том чтобы конфликт тянулся как можно дольше что происходит вообще я увидел предложениях путина вот есть такое понятие реализм в политике и они отталкиваются не так вот как до этого были предложения зеленского давайте вернемся взад до границ 1991 года что уже саму по себе уже психушку человека надо вести потому что на поле военных действий ситуация складывается именно таким образом подтверждающим именно предложение путина очень простые украинские войска должны быть полностью выведены из донецкой луганской народных республик херсонской и запорожской областей причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ которые существовали на момент их вождения в украину то есть никто не сомневается что четыре новых российских региона в течение какого-то периода времени то есть преступление наступление идет наша армия владеет стратегической инициативы что рано или поздно эти четыре региона вынуждены признать весь мир нет не будут вынуждены а то что российская армия выйдет на границы этих четырех новых российских регионов и путин предложил украине обойтись без крови то есть уже понятно что ситуация складывается так что российская армия выходит на границы этих четырех регионов как только в киеве заявят о том что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов а также официально уведомит об отказе от планов вступления в нато с нашей стороны незамедлительно буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры повторю мы это сделаем незамедлительно естественно одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений да темп маленький сейчас но он идет и армия владеет инициативы и с украинской стороны уже пополнение идет и женщины идут и 50-летние мужики в среднем уже средний возраст украинских военных неопытные неопытные необстреливанные то есть мы потихонечку идем идем и мы выходим на границы этих четырех наших новых регионов и путин совершенно четко говорит что вот давайте вот без крови обойдемся выйдем на все равно эти четыре региона эта часть россия в этом не говоря уже про крым да и вот это вот все говорится для того чтобы был меньше крови это реализм это то как вкладывается обстановка на поле запад же он тоже видит то с украины не все гладко вот например сейчас высказывание трампа были последние когда он про зеленского говорил его называл величайшим торговцам потому что он каждый раз когда приезжает из америки выкачиваются деньги и намекнул что когда я стану президентом я буду с этим разбираться он хабибу нурмагомедову обещал кстати да и вот здесь мы видим что западные страны и почему был провал швейцарской конференции да потому что увидели что путин действительно предложил реалистичные вещи а не то что они собирались обсуждать про границы 1991 года в результате вся эта швейцарская конференция после вот этого грамотного хода путина превентивный так сказать огонь она оказалась ну просто сборищем фриков сборищем марионеток которые не субъектные байден камалу харрис послал она приехала но уже это сфотографировалась и села и у обратно улетела даже не стала дожидаться окончания конференции даже будучи организатором сша не смогли нормально это все организовать потому что все понимают а что обсуждать обсуждать границы 1991 года это утопия обсуждать какие-то уже бывшие то есть обсуждать какие-то бывшие предложения украинского президента тоже совершенно безумные тоже утопия то есть там обсуждали формулу путина на самом деле причем я бы еще добавил вот такой момент то что на самом деле там и уже не собирались обсуждать не границы ничего там было всего три варианта три просьбы маленькие к россии это обмен пленными зерновая зерновая ну намек на зерновую сделку это для чего делалось потому что уже единства нету а цель была саммита просто собрать всех сейчас секундочку собрать всех не только запад что там был глобальный юг там китай и самое интересное они понизили свои требования вот до такого уровня вот прям вот до такого убрали все требования там по выводу по остановке выводу войск российских просто все убрали и все равно китай вообще не приехал вот из глобального юга приехали какие-то там торговцы рыбы условные там начальники департаментов непонятно причем еще и теперь свои подписи под комьюнити отзывают и еще те даже кто приехали многие отказались изначально подписывать итоговые комьюнити а потом после того как многие не подписали еще там и рак и иордания вот как вы сказали они взяли и еще отозвали свои подписи то есть этот сам счетчину до саммит закончился провалом я согласен но вопрос у меня другой все это прекрасно что саммит провалился что путин поставил жесткие условия но складывается впечатление то что запад отступать не намерен и западу в принципе все равно украина побеждает не побеждает им важно чтобы просто россии продолжать доставлять неудобства этим военным конфликтам потому что для того же за до той же америки вкладывать вот эти суммы но это ну мы бы не большая модели что на западе есть серьезные силы которые заинтересованы чтобы конфликт шел как можно дольше вот а что делать то эта ситуация здесь на кого играет время здесь время играет конечно же донат почему да потому что в любом противостоянии выигрывает тот кто готов идти до конца и вот эти слова путина что зачем нам россии вообще зачем нам мир без россии он подчеркивает свою готовность что не будет россии ну и зачем тогда вообще все вокруг то есть это прямой намек и и участившаяся риторика нашей и учение по тактическому ядерному оружию совместное в беларуси и эти вот раньше за это нещадно били по губам за эти за размахивание ядерной дубинкой в начале нулевых и все прочее то есть это только был в карикатурных фильмах вроде фильма дмб а может быть жахнем может бахнем обязательно бахнем и не раз весь мир в труху но потом да то сейчас это уже стал общим фоном то есть как окно овертона открыто и действительно да мы говорим серьезно мы рассуждаем о том что мы готовы идти до конца мы такие сигналы посылаем западу но запад не готов идти до конца мне кажется запад не верит нашим сигнал и они исходят из того что ядерного ядерной эскалации не будет а по обычным вооружением есть сразу сравнить там нато и все я я бы так не говорил я готов с этим поспорить тем более наши идеи наши опять-таки наши политики делают очень интересные ходы вот заход на кубу ядерный новейший ядерной подмодной лодки и раз красивый это да это прямо вот намек жирный намек вот вернейший намек на карибский кризис и американцы опять все вспомнили что было тогда то есть когда мир прошел буквально по краешку я журналист это вспомнили они покрифовали с этой истории сто процентов но никто это всерьез мне кажется он не принял нет 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 это все и делал ком уровне то есть одна слезинка одна дождинка еще не дождь одна дождинка не дождь вот какая-то была песня я уж не помню но это в совокупности как сумма высказываний как сумма действий она работает то есть вот все завязано на то чтобы послать западу сигнал мы готовы идти на конца запад нам такие сигналы не посылали западу сигнал посылали если в крым прилетят ракеты то мы будем бить по центрам принятия решения шайгу еще вот когда был вы понимаете одно высказывание еще раз говорю одна дождинка еще не дождь это должен должен быть такой букет и букет у нас такой собирается хорош такой роскошный ядреный или ядерный букет вы все уж так говорить поэтому от запада нет от запада мы наоборот чаще и чаще слышим то есть вот воинственная риторика макрона но куда он заехал выборы проиграл вот что там в америке творится такого американцы уже там я думаю что удар до чертиков уже устали от этой темы с украины им уже охота своими делами заниматься я вот ну я на трампа ставлю что трамп до должен хорошо это пройтись в этом на выборах в этом году и вернуться но я кажется ничего не изменится с трампом не понятно понятно что дип стейт но определенные сигналы он транслирует он транслирует сигналы имеет поддержку американского общества сигналы эти мы устали от зеленского от клянчащего от нелегитимного это же нелегитимность она тоже с теми осознается есть конституция украинская зеленский хоть сто раз тресни может испугался конституционный суд подавать разъяснения то есть не как спикер верховной рады сейчас единственный легитимные представители украины с кем бит можно вести переговоры зеленский уже все эта просрочка но это понятно у меня еще один вопрос ринату последний по этой теме вот смотрите у нато есть союзники очень подчиненные верные они ни слова поперек не говорят они просто вот как рабы да у нас есть сочувствующий нам скажем глобальный юг и китай а есть уверенность если вот этот конфликт протянется дальше что глобальный юг и китай хотя бы сохранят нейтралитет на ваш взгляд но я думаю вполне а почему не сохраняйте могут предложить что-то западные у них того же китая у него свои проблемы с америка и то есть об этом не надо забывать и вообще всю историю отношение китая к российскому крайскому конфликту его нельзя в отрыве от китайско-американских отношений рассматривать тому же много проблем тайвань торговые войны и так далее я бы не стал думать что внезапно америка все это прекратит и скажет китайцам давайте там но на этом фоне это не та история а если допустим кида вот ну просто вот теоретически да сша говорит китаю все давайте с вами дружить против россии без всяких торговых войн но я бы предпочел про политику как про какие-то реалистичные вещи говорить вот как обер сказал есть реалистичное предложение идея но это по пока в сегодняшней мере это из области фантастики хорошо мы будем рассчитывать на что так что так и закончится давайте перейдем к следующей теме у нас в разгаре в казани игры брикс да не в казани а в россии это российское событие которое доверили казани провести вот игры брикс проходит очень на мой взгляд успешно 5000 спортсменов 97 стран по словам министра нашего спорта владимир леонова 86 процентов билетов были проданы еще до старта игр то есть аншлаги мы наблюдаем игры проходят и вроде никаких опять же леонов нам сегодня в интервью сказал то что нет никаких организационных проблем похвастался логистикой похвастался кормлением про халяль еду говорил вот какие ощущения вообще от значимости этого мероприятия и чего не может быть не хватило чего хватило позади я бы во первых обратил внимание на что в россии в этом году проходит два крупных международных соревнования первое это фиджит и лыгры на второе это игры брикса то есть по сути оба мероприятия международных они проходят у нас в казани столица тарстана нет же других мероприятий больших международных спортивных то есть поэтому для нас это два незначимо что казани просто принимает эти соревнования мы не впервые соревнования принимаем у нас много чего было чем футбол и универсиады мы не будем перечитать ценно то что в этой международной обстановке которая сейчас что именно казань проводит два крупных международных события спортивных то есть когда мы говорим что казани спортивная столица мы не выдумываем на самом деле по факту в этом году так и есть и то что такое количество стран участвует но тоже конечно удивительно чем и западная страна и западные страны мы же видели флаги таких наиболее недружественных стран даже на открытии германию все же же геешь на меня это о чем говорит что спортсмены все таки они их интересует первую очередь спорт а уже политика там потом а можете вообще не интересует и поэтому в этом плане казань это сегодня очень важная точка в политическом смысле для россии то есть мы показываем что мы не изолированы то есть это показывает именно казань что к нам приезжают с нами работают и это надо рассматривать комплексе не только спортивными при этими давайте отказом форму вспомним то есть тоже большое количество участников огромное количество стран ну плюс мы еще осенью ждем кружок очень серьезное событие поэтому в этом смысле конечно политический вес казани тарстана его значение его связующая роль для россии с другими странами многими она только растет сейчас все это прекрасно но я все-таки немножко эту ложечку дегтя добавлю тем более тот же на министр леонов нам интервью сказал что ну озвучил одно из одну из главных претензий я бы сказал к играм брикс то что сильная сборная россии сильная по своим меркам сборная беларуси средненький китай и остальные это уровень ну спорта то есть такой очень низкий то есть конкуренции нет конкурентной спортивной борьбы нет по сравнению с олимпийскими играми традиции давних нет опять же господин леонов сегодня нисколько не стесняясь сказал сказал то что мы распиарили бренд игр брикс знал раньше там да да спиарили и бренд игр брикс а доказания о них вообще никто не знал а он чем не прав просто чему тогда радуемся давайте я скажу давайте я скажу вот четвертые игры брикс вы хоть помните о них что-нибудь вот или третьей игры это сказали казани идет идет уже пятое по счету такая спортивная тусовка спортивное соревнование а вот четыре до этого хотя бы можете вспомнить а тогда мало было и почему хотя бы спом хотя бы где проводе где на вы знаете самое смешное самое смешное вот какие сколько видов спорта было представлено на этих четырех вот на последние четвертой на четвертых игр брикс всего пять видов спорта было вот сравните пять видов спорта там и пять видов и 27 видов спорта в казани 27 видов спорта это на всякий случай я вам скажу что программа олимпийских летних игр это 32 вида спорта то есть мы по сути по видам спорта это почти олимпиада дети и он остается заслуга казани если бы у нас не было этой инфраструктуры мы бы опять же провели бы те самые пять видов но ребята все не то что довольны многие здесь приехавшие много чего повидали в этой жизни часть 10 участников недавно прошедших олимпийских игр в том числе и стоки несколько человек вот и все говорят что это конечно уровень олимпийских игр с точки зрения сервиса проведения всем очень нравится вся логистика им очень нравится город им очень нравится объекты мы привели их в соответствие со всеми международными требования очень нравится еда а вот это все отмечают кормим очень вкусно сытно и значит и халяль на ловно безусловно тут еще и раскрутка и позвать и привлечь тут знаете какой огромный теневой объем работы учитывая еще тот факт что на западе там будут преследовать они объявили о преследовании всех участников эту же это не видел к насчет преследования нет нет это мог распинался что он отговаривал спортсменов и я даже я даже я даже считаю за определенную толику в том что не приехали действительно самые сильнейшие спортсмены она здесь есть они обещали или в месяц олимпийские игры как они могут приехать сильнейшие спортсмены и с ним ниже целый цикл рано не будет все равно все равно пара это роли это сыграло потому что ну было галтелый совершенно нет нет ведущие все-таки здесь я буду спорить причем жестко потому что я по спорту пишем писал практически всю жизнь а не перечитали это дело что мог говорил ранее говорить все что угодно но ведущие спортсмены они целенаправленно готовятся к олимпийским играм это через месяц стартуют и они никак не никак теоретически не могли участвовать в играх брикса и на ведущие спортсмены если бы наши спортсмены участвовали в олимпийских играх сейчас они бы тоже сейчас не были здесь но это факт давайте давайте немножко мы другую степь ушли давайте хотя бы поговорим что почему олимпийские потому что произошел резкий скачок и все ранее 44 ведь эти игры брит 4 соревнования игр брит они ну это просто революционный скачок произошел казань показала что можно из игр брикс сделать что-то близкое по формату олимпийским играм и второй момент второй момент это все-таки впервые такое разнообразие впервые такое количество стран впервые такое количество участников такая медийная поддержка раскрутка такое количество объектов объектов да казань есть выступил за стрельщиком она произвела революцию вот именно в этих играх брикс как со спортивным состязанием какие предыдущие игры брикса они такого масштаба не имели нет никто не спорит и план понятно есть какие-то вещи которые может быть там надо еще совершенствовать может быть хочет спортсменов еще больше приехала и более высокого уровня спортсмены были но не все сразу да они первый блин комом как говорится это не ком первым к кому уже были ну понятно но мы говорим именно об этом уровне то есть планка за планка установлена и теперь я думаю что следующие игры брикс они будут опираться именно на эту планку уже хуже провести нельзя уже провести нельзя вот в этом как раз революционность того что в казани произошло мне кажется еще отчасти революционность всего произошедшего связано с тем что сам формат стран брикс он же расширяется сейчас есть брикс плюс и на саммите в казани сколько там 30 стран до будут собираться включаться кто-то кандидатами до сих спор объявляется даже про турцию уже заговорили и это как раз тоже выступает уже как причина того что вот эти игры блик более объемные потому что все кандидаты они прислали свои команды сюда а когда уже те же допустим западные страны там германия там тоже самое швейцария и так далее кто участвует они увидели объем как ты правильно сказал там всего пять видов было здесь 27 видов здесь столько стран все приехали и уже и западные страны подтягиваются как эффект домино когда спорт следует за политикой то есть брикс расширяется игры брикс расширяется ну и конечно роль казани здесь вообще не обсуждается мы как бы доказали давно что можем принимать любые не только спортивные международные мероприятия и любые принято так что ли он леонов в этом плане прав почти олимпиада да там такой вот первый раз такую масштабную но наверное что то следующий раз уже будут и мировые рекорды битвы нам и итоги еще предстоит подвести до учет в разгаре но уже сейчас понятно что все прошло без каких-то сбоев без эксцессов и мы не видим никаких ни скандалов никаких негативных стоит то есть это говорит об уровне организации все-таки согласно но я думаю через неделю мы еще поговорим про игры брикс встретимся ради такого события ну давайте перейдем к следующей теме речь о том что в татарстане очередной банк решили лицензии причем не абы какой а челнинский автоград банк это всем известный банк который многие считают банком там с человеческим лицом который поддерживает малый бизнес старейший банк старейший банк я думаю ренат как коренной житель набережь челнов нам сейчас подробно все расскажет как же так случилось 33 года банку 33 все знают одного из самых уважаемых финансистов татарстана линеру иванову которая определяла политику банка до четырнадцатого года что произошло ну во первых начнем с того что венера махтига равен она ушла оставила банк другому владельцу это павел сигал тоже известный предприниматель финансист но у него как мы знаем были проблемы несколько лет назад связанные с его микрофинансовым бизнесом ну и одни проблемы судя по всему повлекли другие то есть проблем в том бизнесе они повлекли проблемы в банке это если узко брать если широко брать то найдет банковском бизнесе ведь что произошло это надо брать длинный временной отрезок вот в 90-е годы появилось очень много банков кстати говорят торстан если не считать там москву петербург он банковским оазисом крупнейший регион был с точки зрения количества банков мы дагестана только уступали кстати но там не понять что там дагестане будем обсуждать за за столица вузов и банков на самом деле у нас сильнейшая банковская система сложилась в результате того что рынок открылся и но любой бизнес хоть это банк хочет что-то другое он все равно всегда идет консолидации то есть в принципе зовут последние там годы в банковском бизнесе в стране в целом произошла консолидация то есть слабые игроки лего пара щит поглощаются более сильными либо просто уходят с арены не выдерживают найти вот я думаю что история она такая вот какие банки в республике из оставшихся наших республиканских банков держится хорошо эти банки которые входят в либо в какие-то крупные финансо-промышленные группы от соцбанк аки банк там либо связаны с властями ну допустим города-миллионника это банка за они допустим в эти банки абсолютно нормальное положение то есть потому что там по-другому выстроен бизнес автоградбанк его сильная сторона она сейчас стала слабостью то есть сильная сторона в чем его была он был банком для малого и среднего бизнеса в свое время и его сильная сторона была в том что он мог работать с людьми скажем так штучно да то есть предпринимателями то есть предприниматели знали менеджеров менеджер предпринимателей федеральный банк если такой же предприниматель обратиться ему там будет робот отвечать на тут на уровне личного контакта вот многие вещи делать и в этом смысле банк был очень персонализирован вот вы упомянули венеру иванову то есть это же очень харизматичная фигура была и она олицетворяла банк его подходы ее репутация тоже для многих имела значение когда они работают с этим банком и вот эти вещи они на сегодняшнем банковском рынке они видимо уже не так востребованы потому что сейчас погоду делают крупные игроки совершенно с другими ресурсами которые могут на других условиях кредиты выдавать у которых все это более технологизировано чем у региональных небольших банков но поэтому к сожалению знаете там то что было преимуществом это ушла эпоха так скажем да в каком смысле грустно потому что но действительно очень яркий бизнес был очень яркий банк и мы знаем что действительно он был реально близким к жителям города не только он вышел за пределы чумов и в казани филиалы были в других регионах филиалы тоже работали то есть это не мелкий банк был то есть но по американам республики один из самых таких я можно добавить я вам расскажу одну историю в 90-х годах у не один приятель уехал соединенные штаты америки поработать язык язык подкачать тогда это было совершенно просто там обмен между россией и америка был очень интенсивным и попав туда он оказался в каком-то далеком американском захолустье я даже сейчас не помню уже название этого городка и городке маленький очень такой провинциальный городок городке был банк куда он строился на работу банк был такой очень интересная в банке работала четыре человека он был пятым все четыре человека были члены одной семьи сам банк был в маленьком двухэтажном здании семья жила наверху внизу был банк наличность этого банка умещалась вот такую он рассказывал маленькую железную коробочку они специализировались на каких-то ну была там немножко ипотека и в основном они оперировали карточками по масштабу это микрофинансовая операция по сути да но у них объем карточки карточек карточек выпущенных было около 40 тысяч то есть это очень большой объем этот нас даже вот крупные банки там республики все было предельно автоматизировано карточки изготовлялись там все понятно что на аутсорсинге это все было и у меня приятель он как раз сидел работал на контентере он обеспечивал вот это вот закрытие счетов обслуживал вот эти карточки и он рассказывал что в америке это очень распространенная вещь на очень много маленьких банков я начал интересоваться этой тематикой и вся европа покрыта сети вот этих маленьких банков причем эти банки там собственности бывают одной семьи все друг друга знают там вот этот там ганс банкиру него там еще дедушка в этом банке сидел все это к этому гансу все ходят их сердце степень доверия то есть та же история работала и в челнах и маленькие банки они тем хороши что там степень доверия поскольку все друг друга знают и второй момент есть люди консервативные не надо там чтобы у него там был биржевой терминал там с этим с криптовалютой крутился на экране телефона большинство людей ну положил вклад оформил карточку чтоб тебе пенсия переходила или там какие-то выплаты то есть ты знаешь прекрасно этих людей которые в банке работают весь западный мир вот большинство большая часть стран западного мира маленькие банки и считываются десятками тысяч микроскопические банки бывают то есть это все совершенно нормально уживается такими огромными там колоссальными банками и мы сейчас в россии пришли к тому что сейчас весь рынок начинает уходить под гигантов маленькие банки начинают зачищать ведь так про град банк зачистили по моему глубокому мнению совершенно несправедливо поясню почему я внимательно читал сообщение регулятора то есть центробанка там им инкремировались нарушения закона по отмыванию 115-й лидеральный закон по легализации денежных средств вот я вам скажу как человек когда-то в этом работавшие что половина бухгалтерии любого банка она с утра до вечера сидит вот не бухгалтерия у работников банка там специальные отделы это все выведены сидят вот занимается огромным количеством транзакций бумаг связанных вот с регулированием вокруг этого 115 закона отчетность совершенно сумасшедшая и ошибиться проворонить сделку которая может попасть там под превышение суммы или еще что-то хотя это встраивается в программы но все равно есть риск допустить человеческий фактор на человеческий фактор работы с боев программного обеспечения но проблема в чем что автоград банк автоград банк ни одного у него не было нарушений нормативов как это обычно как вот ну помните судьбу татфонбанк там были нарушения банк катил запробовать за январь апрель этого года там прибыль 40 41 миллион рублей для такого маленького банка ну чё там у них активы то 5 миллиардов были до этого около нуля но не ужас 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 то есть банк закрыли по совершенно прозаические вещи контрольный банк просто не захотел чтобы какие-то маленькие банки живопил в живопырки как вот за рубежом работает им проще работать с крупными скоростных условно банков на всю россию есть вещи контролирует контролирует легче проверять легче а вот этими живопырки чего у них там отмывается что там какие-то там нарушения тоже надо вникать надо смотреть и то есть в нормальном если бы они хотели заботились в центробанке если бы заботились по-настоящему клиентах они бы это перевели в формат уголовного преследования то есть банк вы оставили но если у вас там есть какие-то когда противозаконные нарушение какое-то отмывание есть пожалуйста есть полиция которая должна этим делом заниматься по есть правоохранительные органы пусть они приходят и занимаются конкретными менеджерами которые участвуют там какие-то в наличку делают вельтан с материнским капиталом шустрят как это ранее было там ну это но это формат уголовная история но никак не банковского дела и банковского обращения реакция цб дела в общем да то есть здесь просто какое-то нежелание вообще это нежелание какое-то презрение к маленьким банкам к этим живопыркам которые под ногами путаются то есть понятно передали бы в полицию пришла полиция там арестовал кого-то кто-то там викто виноват там или вокруг банка может быть это и клиенты какие-то были подозрительные но уже повторяемся мне напоследок вот последний вопрос да попрошу кратко кратко не кратко кратко до ответить все-таки прогноз отзыв лицензии это все приговор банк конечно или мы еще видели истории чтобы отозвали обратно то есть нет никакого свет никто не возвращался и самое плохое в этой истории то что мы были случая но это но это экзотика аномально это но самое плохое в этой истории то что видите этот банк который реально был ориентирован на малый и средний бизнес и он можно сказать инфраструктурный банк был для чем в этом плане и к сожалению все он уходит с рынка и мы вот в одном из прошлых выпусков как раз говорили про челны и про феномен развития малого бизнеса в этом городе и этот феномен то он во многом был связан с тем что были вот такие структуры где можно было по-быстрому кредит взять там на каких-то условиях которые не могли крупники в то время дать покупники и увидите вот к сожалению история закончена строили конечно то что это выход из того света никто не возвращается жалко жалко банк жалко клиентов банка которые сейчас испытывают эти все неудобства особенно тех у кого оказались больше страховой суммы но даже до страховой суммы это все равно мытарство это надо если банк который по сейчас возьмет на себя время ходить доказывать еще немало людей в возрасте в клиентами этого банка были потому что банку более 30 лет они там старе по 20-30 лет ходили туда 91 году банк был основан 91 году сколько 33 года прошло я кстати вот замечание одно сделаю да он банк возник не не из ниоткуда он еще на базе он на базе жил соцбанка жил соцбанка был поэтому к ним было высокое доверие что профессиональная команда что они так сказать какие-то банковские традиции старой школы с собой несли те стены держи да ну потом они переезжали в это кругляш они построили шикарное здание самом центре города ну ведь и вот к сожалению вот так произошло но в целом весь город он эту эволюцию видел как из маленького отделения такого не самого крупного советского банка он вырос вот действительно в такую серьезную структуру а значит и доверие было то есть потому что все было на глазах людей город небольшой но относительно да и люди видят люди все видят там ну что ж будем надеяться свято место пусто не бывает есть с того свет не возвращаются то на этом свете кто-нибудь обязательно появится ниша освободилась будем надеяться что малому среднему бизнесу в челнах судьба или не знаю там чья-то инициатива предоставит замену автоградбанку ну а на этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся ну или пессимистической оптимистической пессимистической ноте мы с вами прощаемся и через неделю я думаю встретимся как минимум по играм брикс всем до новых встреч